Здравствуйте друзья, в этом видео мы рассмотрим процесс установки и настройки базы данных MariaDB в виде отдельного контейнера на гипервизоре Proxmox для использования в Home Assistant для хранения истории и журнала работы в стандартном сервисе Recorder. Сразу отвечу на вопрос, в чем преимущество такого способа. Первое, что будет наиболее заметным сразу, внешняя база данных не будет включаться в полную резервную копию Home Assistant. Как автоматизировать этот процесс, смотрите мое видео, ссылка в описании. Соответственно, файл бэкапа будет занимать намного меньше места, что позволит хранить более глубокую историю. Конечно, при создании бэкапа, в том числе и автоматизированном, можно настроить режим частичной резервной копии, убрав из нее стандартный аддон MariaDB. Но тут есть неудобство в том, что вам придется каждый раз вручную изменять настройки частичного бэкапа при установке новых аддонов. Что касается штатной базы SQLite, то на дату видео, настройки позволяющие убрать ее из бэкапа вообще нет. В случае использования внешней базы, можно использовать полный бэкап и база в него естественно не попадет. Второй момент касается восстановления из резервной копии. В случае использования стандартного аддона или штатной базы, история восстановится только на момент создания бэкапа, а во внешней базе она будет актуальна. Свои соображения по поводу достоинств и недостатков использования внешней базы данных, пишите в комментариях под видео. А перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, это поможет найти его другим людям интересующимся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. С момента моего предыдущего видео, в котором я показал установку Proxmox и виртуальной машины Home Assistant OS, в конфигурации ничего не изменилось кроме IP адреса виртуалки. Я перевел его в специально выделенный для этих целей диапазон, устанавливается он через штатное меню сеть Home Assistant, я его показывал в прошлом видео. Также в этот диапазон был переведен и сам гипервизор, делается это просто и быстро. Слева на панели выбираем сервер, в меню переходим на пункт сеть, отмечаем строку бриджа, на ней видим текущий IP адрес и нажимаем редактировать. В открывшемся окне устанавливаем нужный IP адрес, в моем случае 192.168.0.50, через слэш указываем маску сети 24, это весь диапазон 192.168.0. Под ним должен быть указан адрес шлюза, это ваш роутер, нажимаем ок. После изменений станет активная кнопка применить конфигурацию. Нажимаем, подтверждаем и после этого переходим в интерфейс Proxmox по новому адресу. Нужно будет снова принять риск безопасности, ввести логин root и пароль. Перед тем как начнем делать какие-то настройки и изменения, сделаем снапшот системы. В отличие от бэкапа, который мы сделали в прошлом уроке, это более быстрый и легкий способ резервирования. Снапшот создает мгновенный снимок состояния в определенный момент времени, не делая полной копии всей виртуальной машины. После нажатия на кнопку сделать снимок, открывается окно, в котором нужно задать его имя. По умолчанию включена опция сохранить содержимое оперативной памяти. Память я обычно не сохраняю, поэтому отметку снял. Нажимаем на кнопку Take Snapshot. В отличие от бэкапа, снимок делается практически мгновенно, практически так же быстро он и восстанавливается. Новый снапшот теперь доступен в списке, тут видно его название, отметка о том есть ли в нем содержимое оперативной памяти, дата и время создания. Также сделаем несколько настроек в Home Assistant. Сейчас у меня пустая система, установку которой я показал в предыдущем видео. Кроме автоматически определенных медиаплееров, тут есть розетка и датчик, добавленные при проверке работы ZigBee и Bluetooth USB адаптера. Некоторые показанные далее действия я уже проводил в рамках урока первой настройки File Editor MariaDB, ссылка в описании. Но для логической связки я решил их повторить, просто не буду так подробно про них рассказывать. Сначала перехожу в профиль пользователя. Тут ищу и включаю расширенный режим работы для получения полного контроля и всей функциональности. Теперь нужно кое что установить, переходим в меню настройки и тут выбираем дополнение. Эта система пока чистая, ни одного аддона нет. Переходим в магазин нажав кнопку справа внизу. Тут ищем редактор File Editor, запускаем. Устанавливаем, система загружает и разворачивает образ дополнения. Перед запуском заглянем конфигурацию. Тут я отключаю одну, включенную по умолчанию опцию, подробнее в моем уроке первой настройки. Теперь запускаем его и не забываем о включении опции Watchdog и отображения на панели слева. Аддон запущен, до перехода в него нажимаем на его строку в левой панели. Вот эта панель обычно никак не используется и просто занимает место, хотя если вы нашли ее применение, расскажите о своем опыте в комментариях. Справа сверху нажимаем на кнопку с шестеренкой, в открывшемся меню настроек скроллим вниз до опции переключения панели Home Assistant и нажимаем на нее. Панель исчезла. Перед нами основной файл настроек Configuration YAML, так он выглядит по умолчанию в новой системе. Аналогично тому как я это делал в уроке про первые настройки, создаю раздел для пакаджей. Все команды и ссылки вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании под видео. И добавляю возможность перехода в меню система из панели слева. В папке путь которая только что прописал, создаю пустой файл пакаджа для системных сенсоров. Сюда добавляю сенсоры системного мониторинга, как я и сказал, все подробности в видео про первые настройки. После внесения изменений не забываем проверить конфигурацию и убедиться что ничто не мешает запуску системы. Перегружаем систему для применения настроек. После перезагрузки в интерфейсе появилась карточка с системными сенсорами. Видим, что сейчас занято чуть более 9% диска, напомню что к 32 гигабайтам стандартным для образа хаос, мы в ходе установки добавили еще 32 гигабайта дополнительно. Процессор сейчас вообще не загружен, а память используется на 7,4% из 8 гигабайт выделенных. От повторения пройденного материала, перейдем к установке нового контейнера. Для этого нам нужно перейти в командную строку сервера. Я использую тот же самый проект скриптов для Proxmox, что и для установки Home Assistant OS, ссылка на него будет в текстовом файле. Но там будут и все команды показанные в этом уроке, так что необходимости переходить на него нет. Копируем и вставляем в командную строку сервера, можно использовать правую клавишу мышки вставить, скрипт для установки контейнера. После этого видим окно, которое уведомляет, что это мастер установки MariaDB, подтверждаем. Идем по простому пути, ставим с настройками по умолчанию, все что нужно изменим потом. Скрипт начал установку, в консоли сервера я выделил самые основные параметры. ID контейнера 101, следующий после хаос, название хоста, объем на диске по умолчанию 4 гигабайта, выделение одного ядра процессора, гигабайт оперативной памяти, мост для сети и получение IP адреса по DHCP. Ждем завершения всех этапов установки. После подключения к сети тут отобразится полученная от роутера IP адрес. Скрипт предлагает добавить интерфейс для администрирования базы данных. Это отдельная тема для изучения и в рамках уроков по Home Assistant я ее рассматривать не планировал, поэтому выбираю нет. Готово, установка прошла успешно, ничего сложного. Теперь приступим к настройке, сразу скажу, что в ней также не будет ничего сложного. Посмотрим на саммари установленного контейнера. Uptime 2 минуты, статус запущен. Используется всего 0,08% от мощности выделенного ядра и 12% от выделенного гигабайта оперативной памяти. Swap пока не используется. Из 4 выделенных гигабайт занято чуть более гигабайта. Переходим в меню ресурсов, выбираем строку диска. По умолчанию выделено 4 гигабайта. В этом уроке увеличим размер диска не командой, а при помощи меню. Открываем меню Volume Action и в нем выбираем опцию Resize. В открывшемся окне добавляю к существующему объему еще 12 гигабайт. Таким образом под базу будет выделено 16 гигабайт дискового пространства. После этого происходит изменение выделенного объема. После завершения закрываем это окно. Теперь под базу данных выделено 16 гигабайт дискового пространства. Это позволит хранить достаточно длинную историю даже на системах с большим количеством устройств. Остальные ресурсы оставляю по умолчанию. Теперь переходим на вкладку сеть. Сейчас в базе присваивается автоматический адрес по DHCP. Я изменю его на статический, в нужном мне диапазоне сети. Кроме этого нет риска что роутер его изменит после перезагрузки или обновления прошивки. Для базы это критично. Нажимаем кнопку редактировать и у нас открывается окно настроек сетевого адаптера. Меняем адрес на нужный, через слэш указываем маску под сети, в строке ниже адрес роутера. Подтверждаем нажав кнопку ок. Готово. База перебралась на нужный мне адрес, который не будет меняться по желанию роутера. Теперь перейдем к консоль установленного контейнера MariaDB. Следующее действие направлено на некоторое повышение уровня безопасности базы данных. Запускаем сценарий настройки ее параметров. Ввод пароля для учетной записи root, у нас он не установлен, нажимаем ввод. Переключиться на аутентификацию unix socket, да. Смена пароля для root, выбираем нет, мы просто отключим для него доступ извне, останется только консоль. Удаление анонимных пользователей, да, удаляем. Запретить удаленный вход в систему для пользователя root, да, подтверждаем. Удалить тестовую базу данных и доступ к ней, да, удаляем. Обновить таблицы привилегий сейчас, да, обновляем. Это был последний вопрос сценария, теперь создадим отдельного пользователя и базу данных для Home Assistant. Входим в монитор базы командой MySQL. Если все сделано правильно, то командная строка будет иметь такой вид. Создаем нового пользователя и пароль для него. В примере, который вы найдете в текстовом файле описаний, логин dbadmin и пароль dbpassport. Вы можете установить свои. Главное, поменяйте их во всех следующих командах тоже. Следующей командой предоставляем этому пользователю полные права аналогично root. Далее оставляем для него доступ только из локальной сети, у меня используется сеть которая начинается на 192.168.0, вы установите свою. Теперь запускаем перезагрузку привилегий, чтобы применить изменения в правах доступа. Выходим из базы. Пользователь создан, теперь осталось создать базу. Возвращаемся, но уже используя логин созданного пользователя, у меня это dbadmin. Вводим пароль, который мы присвоили для этого пользователя. Мы снова в мониторе MariaDB. Еще один момент. После ввода команды MySQL, мы видим предупреждение о Deprecated Program Name. Использование команды MySQL в текущей форме считается устаревшим и планируется ее удаление в будущих версиях. Вместо этого рекомендуется использовать команду userbin MariaDB. Пример команды для входа с учетом планируемого изменения, я также оставлю в файле описаний. Остальные показанные команды это не затрагивает. Последнее, что нам нужно тут сделать, это создать базу Home Assistant, которую мы и будем использовать. Выходим из монитора, более он нам не понадобится. Осталось только перезагрузить контейнер и база готова к работе. Подтверждаем свое намерение. Ждем завершения перезагрузки, она довольно быстрая и переходим в Home Assistant. Хотя я использую новую инсталляцию, все показанные действия можно сделать и с работающей, по сути все сводится к переходу с внутренней базы, штатной SQL Lite или дополнением MariaDB, на внешнюю. Порядок действий по сути также не отличается от показанного в моем видео про первые настройки, кроме моментов связанных с указанием пути к базе. Его мы будем прописывать в файле секретов. Сначала идет идентификатор, который мы будем использовать в конфигурации вместо полного пути, DB-Link. Затем ссылка, в которой указываем логин и пароль пользователя, затем IP-адрес базы, через двоеточие указываем порт 3306. От пути к базе, установленной в виде аддона, отличаются только этим адресом остальное идентично. В файле системных сенсоров создаем раздел Recorder, и в нем можно вообще ничего не менять сравнительно с тем, что показано в уроке. Я, для примера, указал 14 дней хранения и забрал строку автоматическое сжатие, так как оно включено по умолчанию. Если вы уже используете аддон и у вас есть такая запись, можно вообще ничего не менять. Проверяем все ли верно, в меню панель разработчика запускаем проверку конфигурации, если все сделано правильно, ошибок не будет. Перезагружаем Home Assistant для применения изменений. После этого можно проверить работу новой базы. Слева на панели открываем вкладку История, выбираем какой-то датчик и смотрим, что по нему начали записываться изменения, они отображаются в виде графика. А в вкладке Журнал должны начать сохраняться события в системе, значит все работает. Если посмотреть на панель Саммари контейнера базы в Proxmox, то видно, что база все равно практически не использует ресурсы процессора и совсем немного нагружает оперативную память. Теперь будет несколько шагов для оптимизации размера бэкапа. Если вы использовали ранее аддон MariaDB, то сначала его нужно остановить, затем удалить. Старая база в бэкапах нам не нужна. То же самое касается штатной базы SQLite, которая хранится в файле Home Assistant v2.db. У меня он совсем небольшой, но на работающих системах он может занимать сотни мегабайт, а то и гигабайты. В принципе его можно просто удалить, но я предпочитаю сохранять файл просто нулевого размера. Копируем название файла базы, чтобы потом не набирать его вручную. Теперь при помощи File Editor удаляем его, тем самым убирая из следующей резервной копии. Подтверждаем удаление файла. И сразу создаем новый файл. В строку имени вставляем из буфера обмена его название. Файл базы есть, но он имеет нулевой размер. Удобно, если вы например используете интеграцию размер файла, и у вас есть сенсор, который показывает объем штатной базы. Но еще раз повторю, можно просто удалить. Если вы решите вернуться на старую базу, она будет создана снова. А мы тем временем создадим сенсор объема для MariaDB. Порядок действий аналогичен показанному в моем видео уроке, но с некоторыми нюансами. В меню настроек открываем список интеграций. Если у вас есть старый сенсор для аддона, удалите его. Сделаем новый. В правом нижнем углу нажимаем добавить интеграцию и ищем SQL. Откроется диалог создания нового сенсора. Указываем его имя, например MariaDB, но можете какое-то свое. В отличие от аддона, при использовании которого, путь к базе можно не прописывать. Для внешней базы он нужен. Тут та же самая строка, что мы использовали в файле секретов. Но, разумеется, без идентификатора db-link. В строке столбец указываем value. Запрос аналогичный тому, что я показывал в уроке про настройку MariaDB. Просто копируем из файла описания и вставляем. Ничего менять не надо. Единицы измерения мегабайты. Еще можно добавить класс устройства DataSize. Это влияет только на отображение в интерфейсе. Нажимаем submit внизу диалога. Если все сделано правильно, сенсор будет создан. Вот он. Он показывает размер созданной нами базы Home Assistant, в которую рекордер начал писать события системы. Вот он появился в интерфейсе системы. У меня пока тут стоит автоматический режим и новые объекты выводятся сами. Проверяю, через некоторое время все в порядке, изменения сенсоров сохраняются и отображаются в виде графика в разрезе времени. Журнал отображает события, которые произошли в системе. Файл базы SQLite, который использовался тут по умолчанию после установки, имеет нулевой размер, так как в него теперь ничего не пишется, соответственно не увеличивает объем резервной копии. На этом все, надеюсь что обзор был вам полезным и интересным, буду благодарен за ваши лайки, они способствуют продвижению видео на YouTube. Если вы еще не подписались на мой канал, самое время сделать это прямо сейчас. В описании под видео я оставлю все необходимые ссылки, на ресурсы и команды показанные в уроке и на другие видео по этой теме. Приглашаю вас подписаться на мой телеграмм канал или фейсбук страницу и группу общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы, ссылки там же. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!